подводный мир у меня подводный мир это моя основная более маневренного существа и лучшего друга чем катамаран для швартующие гуся капитана нет это такое знаете хорошее вложение большой кусок денег на положил ему принципе там будет долго лежать в яхтинг я пришел очень просто в далеком детстве это правда назывался не яхтингом я в клубе юных моряков занимался кюм сокращенно мы весь год учили узлы семафорную флажковую азбуку мы семафорные кстати тоже немного всякие разные там слова правильные и вот грезили олете а летом мы на шестерезенних ялах это большая такая здоровая деревянная дура не туда там человек 10 набивалась и вот мы шли на большое водохранилище и там ходили под парусом парус был такой знаете как почти брезентовый но мы ради этого весь год просто сидели и точили рашпилем бивни так что заболел я как бы достаточно давно но тем не менее более менее таком не с трех лет но море в моей жизни с трех лет так что а это знаете все таки тоже недалеко друг от парус и вода подводный мир у меня подводный мир это моя основная все же я получается старался двигаться к воде то есть если у меня был выбор если я приходил на перекресток и у меня было налево пойдешь прямо пойдешь я всегда выбирал ту дорогу откуда пахло морем и кричали чайки иногда это было просто знаете в бассейне много лет занимался там конечно морем не пахло и чайки они кричали тем не менее хотя бы к воде поближе знаете в большом городе когда живешь там как бы не всегда есть большая водная гладь что инструктор по рафтингу то есть ходил по горным рекам очень много детские группы причем то есть мы водили так что несколько лет воды много в моей жизни а парус это одна из производных то есть я не только парус ну и вообще все что касается воды ну лодка лодка такое выходное название их смены лодкой называют яхты ну то есть вот я сейчас на яхте сижу то есть вот у меня одна 50-футовая яхта круизер четырех каютной и есть грубо говоря 2 каютная такая знаете с бушпритом с вензелями типа формозы только маленькая 32 фута и длиннокелевая если вот это у нее киль пальчики или бульба то у меня получается такая длиннокелевая может быть не такая быстрая но ее можно будет в шторм просто отпускать и она сама вернется знаете такая самоходная лодка для штормов так что две ну то есть две лодки две яхты у меня есть ну свой опыт так как я сам рукастый и опять же сложил на флоте то есть я много чего знаю что на на яхте делать на плавсредстве да и просто где угодно хоть на тракторе хоть на танке что делать руками и опять же там знаете очень много чего имеет отношение к подводной части то есть я с подводным плаванием с нырянием с аквалангами на ты и поэтому это конечно мне очень серьезно помогало в обслуживании яхты я у меня серьезно траты были конечно в сторону минусов меньшины потому что делал много чего сам а если делал не сам то я принимал вопрос самое главное диагностика очень часто в любом в любом деле так что обслуживание есть такой один основной миф обслуживание годовое до 15 процентов от стоимости яхты но это опять же ведь я вначале сказал это миф потому что есть средняя температура по больнице то есть как бы вот у вас за 15 миллионов евро какой-нибудь там проход и у вас там экипаж если у вас экипаж полный то есть когда вы сами часто ходите то есть когда и повара и стюардессы это одни деньги когда у вас эта лодка там допустим на перегоне и когда друзья не приезжают там ограниченное количество может быть экипажа или же когда она стоит знаете на приколе где-то то есть если вы платите всей команде основные люди естественно должны всегда работать капитан там уборщица вы знаете там можно или там даже не капитана исполен исполняющий обязанности капитана потому что там тоже ведь может быть дома в его там дети ждут так что кто-то может его исполнять обязанности потому что многие дела когда владелец отсутствует на борту должен решать именно человек который имеет доверенность а на управление нужно пойти куда-то в полицию в таможню знаете но много всяких разных дел просто так вот конечно не стоит без всего так что средний наверное вот что-нибудь в районе того что на чем я сейчас сижу то есть вот 50-50 футовая лодка ну у меня стоянка годовая около 5000 евро в год вода и электричество бесплатно черногория раз в год получается нужно подняться на кране и антифоулинг то есть не а бросайку нанести это тоже где-нибудь там знаете в районе двух двух тысяч евро зависимости от того кто будет делать то есть сам я какую-то часть работы выполню или же там наняты сотрудники я стараюсь сейчас уже сам ничего не делать такого потому что антифоулинг анти образца это ядовитая краска и конечно лучше не дышать так что здесь можно наверное и 3000 евро если вам все сделают вообще красиво когда шкуркой обдерут подводную часть почти там под море так что наверное вот видите ну и остальное по мелочи это не так много лодки все-таки придуманы для того чтобы на них люди наслаждались жизнью не чтобы они постоянно ломались так что ну не знаю может быть над на два года можно еще там полторы тысячи евро заложить на всякие разные поломки то есть ну семь семьсот пятьдесят две то есть порядка там не знаю восьми тысяч восьми тысяч наверное вот в год это все дело обходится так что вот так вот и в принципе на это многие люди рассчитывают примера на этой найти на эти же деньги которые покупают я по себе и так у них принципе получается то есть уменьшить очень сложно можно через год на второй год делать антифолин то есть вы экономите эти вот подъемные подъемные работы кто-то знаете водолаза нанимает я сам часто водолазом работал в том плане что и сейчас работаю из меня нанимают за деньги там на этом 600 евро и нужно подводную часть почистить таким пластиковым шпателем от всех этих ракушек нужно почистить щеткой грубой или же какими-то спецсредствами под рульку винт и принципе некоторые люди лодку не поднимает ну не знаю я сторонник того чтобы поднимать при том что это не всегда у меня получается так что тоже может быть такая экономика экономия в этом меня есть друзья которые стоят на якоре вот сейчас вот друг на канарах стоит на катамаране вообще никому не платит то есть он стоит просто на якоре и даже получает деньги а не тратит так что все относительно не мне нужно чтобы я был в этом порту поэтому лодка у меня стоит и она основной такой вот знаете брешь в моем кармане делает то есть вот там 5000 евро в год приходится отстегивать ну и что но я в предыдущем опросе как бы ответил частично больше всего средств уходит конечно на подъем яхты это и в нервотрепке сложновато них не везде не всегда и не везде можно поднять до подъем подводная часть обработки и паруса стоит прилично но если вы хорошо к парусам будете относиться то знаете раз в 15 лет можно менять я знаю таких людей которые и и дольше вообще у них паруса служит если вы пройдете два раза атлантику за один год или за два года но возможно конечно паруса вам нужно будет подумывать о том чтобы там скоро скоро менять я вот в том году атлантику прошел парус был новый он новым остался просто трос его берег все так что техническое обслуживание двигателя для парусной лодки двигателя не очень большим там знаете 50 лошадок 70 лошадиных сил не очень много масла не не очень такие знаете я очень часто покупаю фильтра от грузовиков импеллер то есть резиновая крыльчатка которая гоняет охлаждающую жидкость ну они вот 10 до 40 евро штука ее нужно получается раз в год менять так наверное подъем это самое дорогое ну беру паруса паруса стоит по там полторы две тысячи евро парус один парус стоит это не рвите паруса и не будете их менять тем более что если порвали можно зашить несмотря как порвали если в лоскуты знаете прям вермишель но все тогда до свидания но это уже вопросы к вам как это судоводитель если ловко моторная паруса нет там конечно движки посерьезнее там того то есть техническое обслуживание двигателя ой 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 там могут быть там пошли бочки уже масло зависим с того какой размер конечно лодки маленькая моторочка тоже не очень много тратит на себя и вашего внимания вашими в идеале конечно чтобы были острова и чтобы острова были изрезанные береговая линия чтобы можно было спрятаться куда-то зайти встать на якоре просто насладиться жизнью потому что яхтинг делают острова то есть если берега изрезанные не обязательно там острова но может быть и берег материковый тоже изрезан очень такие фьорды серьезные фьорды смысле такие вот глубокие заливы с закоулками куда можно опять же спрятаться и которые дают красоту так что это есть практически в любой стране где есть вода соленая вода море я мне нравится очень карибские острова там очень интересно мне нравится канары канара это конечно такая и стал из нам из средиземки ну ближе всего и удобнее всего мне очень нравится хорватия но хорватия как бы так знаете это первый год-два и потому что расстояние между островами очень маленькая и немножко надоедает острова их слишком-то много это лягушатник начинать надо с хорватии всегда и единственное что там конечно когда в хорватии нужно прокачивать постановку на якорь там очень часто дует сильные ветра ни с того ни с сего и ночью может вас с якори пытаться срывать то есть нужно учиться становиться не на один якорь на два то есть кормы и сноса тогда нормальный будет лягушатник следующих ход это естественно греция вообще сказка ионические острова мои самые любимые то есть самые зеленые острова в греции это корфу чехлацкие острова которые около мраморного моря они там около турции они слишком такие знаете морские сильные ветра волна такая приличная и короткая ломают лодки родос 7 такие красивые конечно там тоже острова около около турции турция тоже изрезанные берега единственно сюда в сторону сторону сирии мерсин там уже такой ровный берег ни туда ни сюда особо уже не выйдешь но там недорогие марины у меня он там друг стоит самый крайне марине там очень недорого если опять же перестаиваться как в черногории полгода год если вам ну пока нечем заняться на яхте то тоже удобно стоять таких вот сам а так на навигации говорю астра по ну вопрос про катамараны бали это парусные катамараны у них основной отличие от других катамаранов то что у них нет сетки впереди и получается ты минусуешь деньги на содержание сетки потому что сетка она со временем гниет растягивается на ней прыгают люди с удовольствием и ее надо рано или поздно она или рвется или вот сгнивает и поэтому конечно нужно менять сетку поэтому боли содержать дешевле чем обычный катамаран который сетки такой классический старый на образец катамараны обслуживание вообще относительно 1 час я сижу на однокорпусной яхте я работаю на фирме ультра сейл который является дилером боли боли катамаранов вот и как бы у меня есть возможности сравнивать что такое однокорпусники что такое катамараны что такое вообще катамараны чем они участвуют друг от друга потому что очень много лет работал на верфи фонтен пажо который выпускает работал на леопарде на науке твеке очень много лет работал это все катамараны так что относительно однокорпусников катамараны не намного дороже ну может быть знаете процентов на 15 потому что все таки два двигателя вот при всем при том что вы два двигать два двигателя вам кто-то делает то это скидку можно получить подъемы иногда требуется travel lift или трапеция но она стоит эта штука такая железная чтобы когда поднимает кран чтобы не вот так вот полотенце убили а вот так чтобы поднимала строго вертикально эта трапеция она стоит по моему на 150 евро дороже для вот операции подъема крана так что ну то есть видите не намного дороже катамаран болеет много очень много получается пластика если обычные катамараны с круизные я имею ввиду очень много мебели и если нас и не объединены как на боли и карма не объединена то соответственно есть вот такие вот движения поплавки друг от себя друга гуляют она боли соответственно такого гуляния меньше потому что там полностью за верхняя часть это все одна деталь то есть поплавки меньше гуляет катамаран боли самый тихий катамаран вообще среди катамаранов почему потому что он просто поплавки не ходит и мебель не трется в итоге об корпуса и там внутри тихо соответственно у вас нет повреждений корпуса микро микротрещин около всяких разных таких мест напряжения соответственно гелькоотные работы тоже у вас заминусовываются то есть плане заминусовываются у вас их просто меньше степени значит вопрос для кого подходит катамараны или лодки боли ну для людей которые хотят жить на воде потому что боли это примерно на на 25 процентов больше поверхности для обитаемости для обитаемости людей потому что я опять же говорю объединен нос объединенная корма на корме есть два коридора не один как обычно на боли вот это вот основная фишка то что кокпит и салон не разделены а это одно единое пространство и благодаря этому обитаемость тоже повышена то есть на люди знаете как если смайлики рисовать там средний смайлик такой совсем там рот души и просто который рвется там от счастья то на боли конечно по максимуму потому что там люди будут более счастливые потому что за меньшие деньги боли стоит на ну как правило на пять процентов ниже рынка за меньшие деньги получаешь большее количество счастья нас но на свои плавдачи потому что не катамараны плавдачи суть плавдачи так что людям семь семьями обязательно конечно же потому что опять же много много поверхности то есть детьми во по кругу все заделал сеткой все лиро и можно спокойно детей уже выпускать в спас жилетах и с со взрослым естественно никогда не отпускать детей в одиночку все равно как будто не было так что катамаран боли для людей которые не уверены швартовки вообще катамарана не только боли катамараны это людей которые не уверены швартовки то есть они у них есть вопросы к тому что они могут зашвартовать или не могут зашвартовать свою свою яхту катамаран это очень версткие существа как вот на на тракторе или на танке катаешься по марине более маневренного существа и лучшего друга чем вот катамаран для швартующие гуся капитана нет маран это это вершина пирамиды это лучшее что есть в маневренности три маран три раза хуже швартуется чем катамаран то есть три маран не лучше чем катамаран катамаран лучше чем однокорпусник ну не знаю раз пять наверно и по обитаемости и по шварту и мости а конкретная модель ну да знаете для небольшой семьи или если к вам приезжают не так часто родственники то я считаю что самое лучшее наверное бали 4.2 ты 42 42 фута у него уже появляется дверь на передний кокпит то есть не нужно обходить по кругу вышел через корму пошел на нос а тут прям сразу на кухне положил себе что-нибудь тарелочку знаете дверь открыл и на нос вышел там есть сидушки там есть столик большой и так что 42 это вот знаете если денег не очень много а если у вас такое знаете эго что вы не меньше 50 футов всегда себе рассматриваете знаете вы заходите так это слишком мало а вот это нормально и вы готовы платить там капитану и для вас это не проблема то тогда наверно брать нужно что-нибудь типа 48 опять же вся четвертый боли это вообще то есть плавучий дворец огромный пароход и при сам при том что нужно знать такую вещь боли не просто так выпускает вот такие вот размеры из флагшипов флагшипы это большие лодки до 50 футов вы можете зашвартовать в любой марине свою яхту то есть вы подплываете какой-то марине подходите и по рации запрашиваете можно ли мне пришвартоваться вот у меня катамаран и они спрашивают у тебя сколько футов они ты говоришь 48 они такие у нас есть место а если ты им говоришь 52 или 55 в этом случае есть только один или два понтона причала как правило в маринах то есть для таких вот для крупных лодок и там мест намного меньше конечно же так что 48 футами вы всегда себе найдете место в любой марине потому что муринги веревки которые ходят в воду и оттягивают лодки от берега они все рассчитаны на 50 футов длину 50 футов опять же если у вас 54 фута боли чем он мне нравится вот эти вот 55 футовые понтоны куда можно поставить 55 футовую они 12 порту вообще есть всегда это как как отче наш то есть это тоже есть всегда можно договориться заранее найти по интернету за неделю за месяц несколько раз было такое что заранее заказывали написали им письмо приходили они говорили мы письмо не получали места нет залезаешь вместе с ними в их почту и письмо есть они такие с грустным лицом они тебя ставят мы знаете лодка держит цену лодкой стоит ну яхта стоит дорого и цену она теряет тяжелее намного вы знаете катамараны вот опять же я вас люблю катамараны очень сильно я про них много знаю кризис не кризис такое ощущение что они вот если брать вторичный рынок только дорожают цена растет и растет что-нибудь такое вот то что для обитаемости самое нормальное то есть от 40 футов не подступишься то есть 160 тысяч евро знаете 180 если где-то есть цена 120 или 100 это однозначно какой-то подвох да даже лучше не ехать ну то есть не смотреть яхту там наверняка какая-то проблемная то есть цены цены катамараны держит очень хорошо на рынке катамаранов меньше поэтому они держат цену очень хорошо однокорпусников много и поэтому люди которые хотят продать а деваться им некуда у них на эти время цигель цигель алюлю они конечно могут скинуть тоже знаете ниже рынка это тоже на рынок естественно влияет то есть однокорпусные лодки скажем так эконом класса они те которые вот часто вы можете встретить в чартерных компаниях они конечно в цену теряют немножко посильнее вот какие-нибудь эксклюзивные типа амели подрок рейси не будем поминать некоторые там модели типа войстера да все это конечно тоже есть такие казус ну как бы они хорошо держат цену это такое знаете хорошее вложение большой большой кусок денег на положил ему принципе там будет долго лежать достаточно долго там с потерями сейчас в банках то знаете банки просят деньги чтобы ты держал у них свои деньги это священная война holy war чартер или своя яхта приезжая на в чартерную компанию и если вы берете лодку этого года ага нормально а если лодка была уже там три года в чартере ну вы своему ребенку не покупаете же бэушные игрушки пойти новые и знаете лодка после двух-трех лет чартера они конечно как правило уставшие там все это сквозит что этой лодке много-много-много раз пользовались до вас и она не такая радостная для того чтобы это чувство вам пронзительно не царапало душу нужно очень много заливать себе найти по брови надо заливаться а это тоже не очень полезно все таки знаете риски пить надо на якоре или же марине порту не на ходу так что по мне это конечно своя яхта тем более она например хочется мне на бора-бора попасть сейчас такими компаниями там конечно не так хорошо на своей яхте приплыть со своими игрушками погремушками со своими там удочками со своими книгами со своими компьютерами своими квадрокоптерами для съемки как бы своя лодка лучше если у вас времени вы богатый человек из очень сильно занятой времени очень много нанимаете перегонную команду и она вам перегоняет с точки на точку и просто ваша яхта считается что она прошла кругосветку и вы в итоге вместе с ней прошли ну как бы так прилетали только в некоторые точки так тоже можно так что я скорее за свою яхту но есть люди категории людей которые знаете которые не готовы выложить приличную сумму денег это что-нибудь такое знаете до 40 лет и который очень любит общество то есть там четыре пары друзей без детей они берут складчину это недорого они берут какой-нибудь катамаран или однокорпусе 4 поютные где-то там ходят знаете в этом году какая-нибудь там турция следующем году какая-нибудь хорватия такое тоже имеет место быть но я как бы так не сторонник да там знаете в эти эти чартерные компании бывают на обманывают бывают знаете вам достаются от от предыдущих сажиров какие-то поломки с которой вскрываются это их вешают на вас и вы ничего не можете с ним делать то есть можно себе подпортить отдых опять же нужно говорю заливать по брови чтобы все дело знаете ну многие кстати только так и живут и ему такой именно образ жизни нравится знаете я все так